Доброе утро, дорогие красноярцы, и доброе утро, мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодня у нас любовь-морковь, да? Куда деваться? Скоро надо уже быть готовым к посеву, очень раннему посеву моркови. Значит, почему эта тема время от времени возникает, а она еще не раз возникнет, потому что у нас же там муха морковная маячит уже на подходе. Но сегодня не об этом, сегодня о том, что же делать, если у вас глиняная почва с преимуществом глины, и морковка там совершенно отказывается расти. Глина настолько плотная структура, ее не прорыхлить, ее после дождя вообще никак. Ну морковке-то хочется, она же всю зиму нам нужна. Поэтому я предлагаю вам сорта и гибриды, которые дадут вам хороший урожай, прекрасно будут расти, прекрасно будут храниться. Конечно, это морковки не длинные. Обратите внимание, все же знают такие названия, как шантане, да? Очень красивое французское название шантане. А вот новенькое, это редкор, тоже коротконогая, видите, не длинная. А вот еще одна, роял шансон, королевский шансон. Вот я от названий только прям, знаете, сердцем леет. А вот здесь вот есть морковь, называется красодевица. Она тоже короткоплодная, она тоже прекрасна, и эти все растут на глине. Она прекрасно хранится, у нее не такая большая середина, она сладкая, ярко-оранжевая. А если вы в эту глину добавите, ну, хоть немножечко там песка, ну, хоть немного опилок, немножко чернозема, ну, боже мой, там же масса чего. Да вы перлита купите и отдельно грядку сделаете для морковки. Если для обычной морковки вам надо скопать 35 сантиметров глубиной, то для этой не надо. Для этой достаточно будет, ну, 15-20, это максимум. Это даже не штык лопаты. Но эта морковка вырастет, будет не кривая и не горбатая. И еще хочу показать вам, а это модница нынешняя, бэйби. Познакомьтесь, она тоже не очень длинная, но она очень вкусная и очень модная. И сегодняшняя фишка не только морковь, которая растет хорошо в глиняной почве, а еще и морковь, которую три недели после посева поливать не надо. Да, смотрите за моими руками. Фокус-фокус. Вы видели такие семена? Я думаю, что видели, потому что это семена, известные фирмы, и мы называем ее грядка лентяя. Вот тут она написана, грядка лентяя. Вот пачка с таким синим треугольником. И здесь гранулы. Ну, замахали руками там. Ага, знаю я ваши гранулы. Ваши гранулы не так выглядят. На ваших гранулах всего один слой у семечки, питательный. А на этих гранулах сначала питательный слой, а потом слой с гелем. Знаете, что такое гидрогель, да? Это то вещество типа желатина. Да, это и есть по сути желатин, который из почвы натягивает влагу и превращается в такой водяной шарик. И около семечки морковки держится этот шарик. А зачем он нужен? А за тем, что у моркови, у петрушки, у сельдерея, у многих таких растений, у аниса и так далее, у них особенность семечки, около ядра стоит масляная оболочка. И пока вода не пробьет ее, никак морковка не взойдет. То есть ядро не проснется в центр семени. Вы хоть умрите, а он не сделает этого. Поэтому вот эта оболочка из гидрогеля поможет держать влагу около семечки морковки. И вам три недели не придется носиться на дачу и думать, господи, я же не полила, а нож там все засохнет. Ничего не засохнет. Все взойдет и все будет прекрасно. Среди вот этих вот упаковок все известные вам морковки, которые вы любите. Вот она Самсон, вот она Шантане Роял, а вот она Наполе скороспелая. А тут что я бросила? А, ну это вообще осенний король. Все эти гранулы мне очень удобно. Сроки всегда у них хорошие. Я вообще давно пользуюсь вот такой морковкой, потому что, правда, голова не болит совершенно. Чтобы она там засохла, пересохла. А некоторые умудряются закрыть неукровным материалом грядку, да? Когда, ну да, пересыхает, все понятно. Ведь уже в начале мая мы сеем, в конце апреля там уже очень теплые дни. И, правда, почва высыхает. Но укровной не поможет, пересохнет. Пленка поможет. Но если взойдет морковка, то она под пленкой сгорит, если вы не приедете. Поэтому я вам очень рекомендую. Попробуйте, вам понравится. Я же только для того это делаю, чтобы вам легче было. Чтобы не было такого чувства, что, ух, это дача, достала уже. Да не достала. Это великое счастье иметь кусок земли, а на ней садить морковку. Всего доброго вам и до свидания.